Ох, я ждал долго этого. Вах, вах, вах. Друзья, в этот раз мы отъехали от столицы на 20 километров. Добро пожаловать в Янгиюль. С вами Голодный Ким. Всем привет. Сегодня очень хмурое небо, дождь уже начинает капать. А напротив скажу, что мне сегодня никакой дождь и ветер не помешает, потому что я уже приехал в Янгиюль, и без отснятого материала я отсюда точно не уеду. И без курочки табака. За ваше здоровье. Так, что ли, или как? Женщина, да? А, Голодный Ким. Пока мы ехали в Янгиюль, столько всего интересного увидели. Можно вообще целый выпуск сделать. Просто дорога в Янгиюль. Ну, не только в Янгиюль, наверное, в любое направление поедешь по дороге. Очень много уличной еды. Да, Саид? Уличная еда. Янгиюльский табака. И чтобы было понятно о масштабах города Янгиюль, в Янгиюль проживает около 110 тысяч человек. Опять-таки, если верить информации из Википедии. Всем янгиюльцам большой привет и добро пожаловать домой. Друзья, вообще в Янгиюль я приехал за так называемым табака. Понятно, здесь миллиард заведений, где вкусно готовят и фастфуд, и национальная кухня, и корейская, и японская даже суши мы видели. Но мы приехали именно за курочкой табака. Субтитры делал DimaTorzok О, здесь очень интересно. В суши чиф готовят шашлыки. Как я уже понял, Янгиюль не сильно славится своей архитектурой, но общепита здесь валом. То есть на каждом шагу что-то готовят. Янгиюль снимаю. Чего быть снимаю? Вообще приятно, когда узнают. Это здорово. А вы давно смотрите канал? Ну, давно уже, да. Здорово. Вас как зовут? Ильхом. Ильхом, мы приехали в Янгиюль за табака, потому что это самые на весь мир знаменитые янгиюльские табака. Да. Где он здесь самый вкусный? Понятно, сейчас миллиард точек, где приготовят табака, но вот где все-таки по старинке, по старому рецепту самый вкусный табака сохранился? Ну, наш вот этот, где в кругу, там три табака. А, да. Первый есть, второй, третий. Ну, который первый, Зарнигор называется, вот вкусно. Зарнигор. Зарнигор, да. Все, мы знаем, что туда и поедем. Там вкусно готовы. С курочками прям... Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. А Вазбек? А Вазбек сколько лет? 16. Вы здесь родились? В Янгиюле? Да, да. Янгиюль знаменит своей курочкой табака. Да. Я думаю, вы это с рождения слышите, курочка табака янгиюльская. Где самое топовое заведение? Я думаю, то, что это возле Кирпичного, там, где три табака посередине, и самое вкусное. Вы часто сами едите курочку табака? Я доставку заказываю домой. А, вот так вот. Я хочу сейчас подснять места, которые знакомы каждому янгиюльцу. Многие, кто уже покинул город, уехал, 10-20 лет здесь нет. Какие места нужно мне им показать, чтобы они вспомнили, поностальгировали, свой дом вспомнили? Я думаю, то, что можно показать мост, можно показать разные школы. Например, там, школу Кирова, школу Ломоносова, или можно даже Горького. Я сейчас по улице, как эта улица называется? Самаркандская. Это центральная улица. Да, да. Весь Янгиюль здесь. Да, да. Здорово. Ладно, спасибо большое. Мы поехали табака снимать. Спасибо. Где здесь самые вкусные табака? Не знаю. Не люблю табака, но, наверное, ну, всех валят в корзинке. Янгиюльский табака в корзинке? Кстати, я еще в историях у себя в Инстаграме спрашивал, кто из Янгиюля где можно поесть. И вот, какие ответы я получил. Спасибо, что пишете. Друзья, я прогулялся по интернету и не нашел ответа, почему именно Янгиюльский табака получил такую слабую. Но нашел ответ, почему цыпленок табака называется именно так. Цыпленок табака. Думаю, будет полезно нам это знать. Если мы обратимся к официальным источникам, то найдем две допустимые версии в названии блюда. Наиболее распространенный у нас цыпленок табака. Но есть также еще одно название цыпленок табака через П. И первое и второе можно назвать правильно. Изначально рецепт данного блюда пришел из Грузии. Для приготовления цыпленка именно таким способом нужна была специальная чугунная посуда, которая называется таба. Таба. Вот так вот пишется. Которая выглядит как обычная сковорода, но с утяжеленной крышкой. Во время приготовления крышка прижимает тушку цыпленка и получается очень эффективная румяная корочка. Дело в том, что как только блюдо получило популярность среди русскоговорящего населения, то практически сразу его стали называть цыпленок табака. И на это были свои причины. Фонетически цыпленок табака выговаривать намного сложнее, чем табака. Про табак знают все, а вот что такое табак не каждый. По этим причинам название цыпленок табака не прижилось и его быстро вытеснил цыпленок табака. Как-то так. Так, по поводу адреса табака номер один. Хотя об адресе еще совсем рано говорить, потому что нам нужно еще доехать до этого табака, до этого заведения. И попробовать, убедиться, что там действительно вкусно. Но все же, если вы будете в Янгюле, вбиваем в Яндекс.Навигатор. Табака. Вот, Янгюль, табака номер один. Поехали. Три минуты. Мы добрались до этого места. Три заведения подряд, во всех трех заведениях, готовят табака. Но по советам мы сегодня зайдем в Зарнигор, Бану, табака. Брат, говорят, вы шеф-повар здесь. Можно вам пару вопросов задать. О, Валерий Кумасов. Вы по-русски говорите? Проходите на Янгюль табака. Очень вкусно будет. Сразу заготовочка. Вас как зовут? Сарва. Давно вы работаете здесь? Да, уже почти 10 лет здесь. Почему в Янгюле именно табака? С чем это связано, что янгюльский табака так прославился? Не знаю. Ну, обычный, секретный нет. Ну, вкусно, да? Ну, где-то самца, где-то шашлык. У нас столько табака. Ну, наверное, сам цыпленок должен какого-то от корма быть определенным. Да, может, от... Не знаю. Мне кажется, нет, на секреты я точно не раскручу. Все делается от просто и от души. А все-таки какие специи используются в табаке? Соль, перец? Соль, красный, паприка. Ну, чеснок. Все? Посмотрим, покажете? Да. Давайте. Вот, курица мы положили в казану. Это примерно 15-20 минут готово будет. Когда цвета красный будет, готово будет. Сейчас. Вот. Так. Мы в казан положим 6 штук цыпленка, вот. А можно сказать, какое масло там? Это? Сливочное масло. Сливочное масло? Да. Это тоже вкусно. Ох, я ждал долго этого. 20 минут прошло. Ну, цвет очень вкусный. Вах, вах, вах. Давайте. На этом кадре нужно задержаться. Сливочное масло. Сколько грамм порция? 300 грамм. Мне кажется, 300 грамм на человека, но это более чем достаточно. А чем вы поливаете? Масло это, да? Да, это как блюдо слои. А, все. Тоже секретный. Кустой. Тоже секретный. Да. Нет, это масло и гальнебланка, вода. Ну, что это за трапеза? Прямо перед нами лепешка свежая, салат, соус, наверное, какой-то фирменный томат. Самое главное, острый перец стручковый. Чай черный с лимоном с сахаром, ну и янгюльский табака. Первый раз в моей жизни. Сразу скажу, что пахнет, и это очень вкусно. Обычно вот этот запах курицы, не всегда он приятный. А здесь, учитывая, что они обжаривают курочку в сливочном масле, возможно, еще какая-то смесь есть, но сливочное масло свое дело делает. Наверное, голландское оно даже. Ну, давай пробуй. Мне кажется, в курочке самое вкусное, это у нас хрустящая корочка, которая здесь, откровенно говоря, хрустящая. Соус, как чай, будем пить, Саид. Курица прикольная, мне нравится. Я хочу курицу попробовать без соуса сначала. Как она хрустит. Я первый раз ем янгюльский табака, и оказывается, он с тем табака, который я ел прежде в своей жизни, вообще не сравнил. Что я понимаю, почему так прославился янгюльский табака на весь мир, на всю вселенную. Возможно. Соус, безусловно, доваляет свою изюминку. Свою изюминку, простите. Курица, но моментами сбивает вкус самой курицы. Это, знаешь, как хороший говяжий стейк, просто залить соусом и не почувствовать вкус говядины. Мне кажется, эту курицу можно вообще без соуса есть. Здесь многие эту курицу забирают с собой, заказывают доставку. Я не знаю, что с ней будет через час, потому что наверняка вот эта вот хрустящесть, она пропадет. Просто спотеет в пакете курица. Но если здесь и сейчас ее есть, это очень просто. Больше добавить нечего. Приятного аппетита, Сейд. Спасибо. А ты что такой многословный? Мне сложно есть курица. А, у тебя брекет. И посмотрите, каким аппетитом ест голодный Ким. Он подтвердил свою репутацию. Он действительно голодный. В данный момент. Он прям ее наярит. Он прям зубами хруст-хруст. Я так не могу. Я вот сейчас ем-ем и понимаю, что я дошел вообще до белого мяса, так называемого, до грудки. И понимаю, что здесь вот соус уже нужен. Потому что, когда ты только начинаешь есть, когда ты корочку съедаешь, там соус просто не нужен. Вкус корочки – это лучшее, что здесь есть. А когда ты доходишь до белого мяса, до грудинки, там соус нужен, потому что грудка сама по себе немножечко суховатая. И маринад, он не настолько проникает в курицу, чтобы прям и в грудинке почувствовать этот маринад. Все-таки, мне кажется, здесь маринад, он так на поверхности оседает. Поэтому и соус здесь очень даже кстати. Здесь нам отдельно дают вот этот соус. А он прикольно. То есть здесь сливочное масло, кубики Галина Буланка, говорил на помощь шеф-повар, и еще что-то. И этим соусом можно вот так вот полить, что я сейчас и сделаю. Вот, вы простите, это, конечно, эстетики здесь ноль. Все это вроде вилка есть, но ты все равно руками ешь. Мне кажется, это блюдо нужно есть руками. Мы попросили счет. Ох, как я наелся. 89936. А так самое главное, все ладно, табака сколько стоит? Две порции 48 тысяч. Получается 24 тысячи за порцию. Очень даже неплохо. Первый раз я вижу, чтобы обслуживание было не 10, не 15 процентов, а 2, ой, 12 процентов. Главный вопрос. Самый лучший табака в Янгюле где? А мы, вы знаете, мы вот в этом первом кушаем постоянно. Всегда первом. Там, где я был сейчас. А, вот тоже там. Да, очень вкусно, кстати. Ну, видите, мнения разнятся, но опять-таки на вкус и цвет. Кто-то говорит, Олтинджоджа, да, есть такое заведение? Олтинджоджа, да. Вот здесь около моста говорят. Ну, там еще не пробовали. Не пробовали? Не-не-не, мы только вот сюда, постоянно сюда приходим. Вам нравится? Конечно. Мне тоже очень понравилось. Можно покушать вместе? Если хотите, пойдемте вместе покушать и попробуем. Ох, блин, поздно. Надо у вас дождаться, да? Спасибо большое за приглашение. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok